Долгое время в селе Полдневая существовала проблема с водоснабжением. Главной причиной этому являлись сильно изношенные сети, на которых часто возникали утечки и порывы. Приходилось перекрывать воду и производить ремонтные работы. Такие меры больше относились к временным, и каждый раз люди оставались без воды. Вызывали трактор, экскаватор, все это разрывали, все это, какие-то делали зажимы, чтобы не было утечек, не было промерзания. Это ситуация критическая, когда у нас горел насос на скважине, и мы несколько дней сидели без воды. А у нас все-таки как-то быстренько решен был этот вопрос. То есть купили насос, установили, и слава богу, вода как бы подалась. Чтобы решить эту проблему, раз и навсегда первым делом заменили сети холодного водоснабжения по улице Пролетарская и улице Демьяна Бедного. На следующем этапе трубы были заменены на участки от единственного в полдневой источника воды до самого села. Мы заключили договор с МУП ПСК, и в ноябре 2019 года выполнили эти работы. То есть заменили колодцы, заменили сеть протяженностью километров 200 метров. В этом году выиграли аукцион уже по обвязке самой водонапорной бащи с действующей сетью. Слава богу, у нас получилось сегодня. Водоснабжение села Полдневая происходит по новой сети, и угроз аварии сегодня нет, потому что сеть новая. Несмотря на то, что эта водонапорная башня внешне выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, проблемы с оборудованием полностью устранены. Здесь функционируют две скважины. Установлены новый насос и запорная арматура. Отсюда подается вода в детский сад, администрацию села, многоквартирные дома, школу, котельные, а также в уличные колонки, откуда жители набирают воду. В дальнейшем планы еще замена одного участка, порядка 200-250 метров. И тогда, в принципе, по Полдневой основной комплекс работ под замене сетей водоснабжения будет завершен. Водоснабжение и утечки холодной воды в селе Полдневая долгие годы оставались главной проблемой. Теперь, как заверяют специалисты, она решена. Игорь Соколов, Константин Миронов, Новости 11 канала.